Тротуарная плитка устойчива капризам погоды и имеет противоскользящую поверхность. Ее укладывают по особой технологии, чтобы вода не скапливалась на поверхности, а уходила в почву. Я вижу, что победа, на которой мы уже живем 20 лишним лет, и сейчас все-таки тротуарчики какие стали. Ну вот плитку вижу, хорошо выкладывают. Мне очень нравится. Конечно, преображаются. Везде плитка, везде дороги делают. Столько дорог, по-моему, за последний год не делали уже, наверное, лет за 10. На щебеночное основание укладывают нетканный геосинтетический материал, затем слой песка, а на него уже плитку. В результате такой технологии с годами она не просядет. Плитку положат в социально значимых местах с большим пешеходным трафиком. Например, между улицами Воронежской и Калинина. Рядом с тротуарами подрядчики обустраивают карман для подъезда общественного транспорта к остановке. Это поможет сохранить пропускную способность автодороги и не создавать пробки. За соблюдением технологий следят кураторы муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Обновление и в зоне внимания жителей. Подрядчики, чтобы разгрузить проблемные перекрестки, проезжую часть расширили. На разделительной полосе достраивают островок безопасности. На нем пешеходы, переходящие дорогу, могут безопасно дождаться разрешающего сигнала светофора. По схеме организации дорожного движения, согласованной с ГорГАИ, было предусмотрено перенос остановочного кармана после нового вокзала в сторону улицы Калинина. Однако, по желанию жителей нашего города и по согласованию с главой области Азаровым, было принято решение оставить остановочный карман на месте прежде нахождения и также оставить новое место под остановочный карман. В этом году в ходе второго этапа комплексного ремонта улицы на двух тысячах квадратных метров тротуаров положат плитку. Остальные пешеходные зоны обновят асфальтом. Также подрядчики приводят в порядок проезжую часть, меняют люки инженерных коммуникаций, наносят дорожную разметку, устанавливают светофоры, знаки, обустраивают новые парковочные карманы и ремонтируют уже существующие. Все это делают по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги, а точнее по подпроекту «Улица Победы» в честь ими 15-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подрядная организация завершит все работы до 31 октября. Они ведутся с обережением графика. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.